Дарон Арад давно не снимал свои ролики в формате в двух словах о главном. Ну вот решил немножко возобновить этот формат и поехали. Совсем недавно парламентский вестник опубликовал заметку о том, что, скажем так, чиновники должны будут заняться вопросом возврата иммигрантов в Российскую Федерацию обратно. В смысле не обратно, а обратно, то есть возврата иммигрантов, российских иммигрантов, которые иммигрировали в другие страны, заняться их возвратом в Российскую Федерацию. И собираются они это делать лично. Я, конечно, понимаю их глубочайшую заинтересованность в данном вопросе по причине того, что у них будет возможность выезжать в разные страны мира в служебные командировки. Представляете, допустим, приехать сюда ко мне в Перд, в Австралию, для того, чтобы лично уговорить меня вернуться обратно в Россию. У меня очень много вопросов к данному решению, но я могу сказать только одно. Ребята, не старайтесь. Не старайтесь лично по отношению ко мне и моей семье. Не старайтесь. Я еще скажу так. Я готов подумать, сделать вид, что я подумаю, только в одном случае. Если сюда приедут... Если сюда приедут два человека. Представляете, в один день раздается звонок. Ти-динь. Я такой открываю дверь. И я в полнейшем афиге. Это правда, что ли, вы? Вау. Сам господин Лавров. И сзади госпожа Захарова. Мария Захарова. Сама Мария Захарова. Черт возьми. Ну, я, конечно, скажу, ребята, давайте заходите. Какими ветром вас это занесло? Они скажут, знаете, Максим Валерьевич, ну вот так вот подумали и решили, что вот именно лично мы должны приехать и уговорить вас вернуться в Российскую Федерацию. Я скажу, давайте, заходите, проходите. Безумно рад с вами познакомиться. Маша Захарова обязательно должна быть в сарафане и в кокошнике. Вот при других условиях я скажу, нет, все, отворот-поворот идите отсюда. А вот если в сарафане и в кокошнике, тогда да. Тогда вот я буду согласен, чтобы они, скажем так, ко мне зашли. Вот. Ну и, естественно, там стол накроем, бутылочку достанем, там. Маша Захарова прямо будет. Вот я уверен, пока мы будем с господином Лавровым обсуждать все нюансы моего возврата в Российскую Федерацию, в Российскую Федерацию, она будет танцевать. Калинка, калинка, калинка моя. Ну и всякое такое прочее. Вот. И вот я даже представляю этот себе разговор, господин Лавров. Ну, Максим Валерьевич, вам же здесь плохо живется, я скажу. Нет, знаете, мне здесь живется очень хорошо. Но здесь же, наверное, климат плохой, я скажу. Бля, вот что-что, а климат здесь просто замечательный. Но здесь, наверное, скажут налоги высокие, я скажу. Я скажу, знаете, я здесь плачу гораздо меньше налогов, ну, скажем так, раз в шесть, в семь, чем я платил в Российской Федерации. Но здесь, наверное, преступность высокая, я скажу. Ну, преступность есть, но не такая высокая, как вы думаете. Он скажет, ну, может, вы тогда все-таки о родине подумаете. Вспомните, вы же любите свою родину? Я скажу, господи, господин Лавров, я люблю свою родину и любовь к своей родине. Я впитал вместе с той молочной смесью, с которой меня кормила моя матушка с моих первых дней. Он скажет, ну, тогда вернетесь. Я скажу, знаете, полицейские все так же там пытают? Он скажет, ну, да. Я скажу, из независимых судов нету? Он скажет, ну, как бы, как бы нету. Я скажу, и стоя, скажем так, разговарив по телефону около метро, я могу быть уверенным, что полицейские на меня нападут, сломают мне ногу, и я буду в этом виноват? Он скажет, стопудово будете виноваты. Я скажу, блин, что-то как-то не тянет меня на родину. И Маша Захарова, посмотрев на все это, представьте, ее так в сарафане, в кокошнике, она там калинку сначала танцевала, и видя всю сложность переговорного процесса, она сменит танец. И прямо вот в формате, знаете, вот в этом формате, в стиле ансамбля Александрова, да, она затянет и такая поплывет. В опале березка стояла, в опале кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Я скажу, нет, господин Лавров. Я, конечно, подумаю. Нет, я не буду ему говорить, нет, я ему скажу так, я подумаю, я подумаю, я обязательно подумаю, я ставлю человеку надежду, потому что, ну, потратился, в Австралию прилетел, нашел, где я живу, и в конце концов, вот, вот, прямо вот, вот, сам лично явился еще Машу Захарову в кокошнике и в сарафане привез. Нельзя сразу человеку отказывать, нет, я все-таки не тот, нет, нет, у меня вот этой жесткости в характере, чтобы сразу сказать, нет, я скажу, я подумаю, я подумаю. Ну вот. Но он поймет. Он посмотрит в мои глаза, и он поймет, что нет, нет, он меня не уговорил. И уже прощаясь, он скажет, а может все-таки с нами? Скажет, да, ну, лучше. Я здесь остался.